Кайф! Кайф! Красота! Кайф! Чистый кайф! Я нет. Айронвинд во всей красе. Жарко. Я отряд ли! Тяжело. Это айронвинд. Все страдают. Отлично! Жесть. Все было супер! Привет, чемпионы! Классных гонок по триатлону становится все больше и больше, и получать удовольствие от спорта можно во все новых и новых местах. Например, на берегу Каспийского моря, в красивейшем городе с богатейшей историей, невероятно вкусной кухней и фантастически классными, гостеприимными людьми. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о гонке Айронвинд в Баку. И что-то мне подсказывает, что эта гонка будет максимально крутой. Вперед! Приехать в Азербайджан на гонку Айронвинд стоит как минимум для того, чтобы насладиться красотой города Баку. А здесь и есть на что посмотреть. Не зря же Баку называют архитектурным феноменом. И здесь вы найдете здания разных времен и культур, великолепную современную набережную и, конечно же, прекрасный старый город. В Баку было снято много известных фильмов. Например, знаменитую сцену из фильма «Бриллиантовая рука» снимали прямо вот в этом месте. Черт побери! Не забывайте про вкуснейшую местную кухню, но если захотите попробовать все, будьте внимательны. Говорят, в Азербайджане 180 видов шашлыка и 200 видов плова. Но самое прекрасное – это, конечно же, триатлон. Поэтому погнали готовиться к гонке. Идем пробовать водичку. Ну как? Ну как? Жиденько! Топил! Я ушел. Жиденько! Опа! У меня пропал. Конечно, просто. Поплыли. Тут, кстати, поговаривают, что могут быть ужи, но бояться их не стоит. Вот так. Последние пару лет триатлон активно развивается в Азербайджане, а одним из творцов этого успеха является Александр Мордасов, украинский специалист. Саш, расскажи, какие особенности, как развивается триатлон здесь? Как правило, здесь больше развиваются боевые виды спорта, также борьба, карате. Считается, что легкая атлетика и велоспорт, и плавание – как бы не очень местные виды спорта. Поэтому сейчас потихонечку-потихонечку мы развиваем. Водичка прекрасная, теплая, на вкус немного горьковата. Со вкусом нефти, но как-то в касты. Отлично просматривается трасса, буи, видите, хорошо видны. Лучше всего кролем плыть. Кролем, да? Да, стараться дышать равномерно и в сторону. Ну, супер понятно. А то я думал, каким стилем плыть. Рекомендуешь кролем все-таки. Все, отлично. Спасибо за совет. Всем удачи. Руфат Гасанов, вице-президент Федерации Триатлона Азербайджана. Второй год вы проводите мероприятие, и на очень высоком уровне. К чему стремитесь, расскажите? Занять мировое господство в триатлоне? Юрий, ну, откровенно говоря, очень большое желание показать Баку как региональный центр по триатлону. Для этого у нас есть очень хорошие условия, замечательная инфраструктура, климат. Достаточно много ребят, которые с большим желанием тренируются. Хотим создать, так сказать, такое соревнование, которое будет на устах, которое будет не слабее по очень многим показателям, чем известные брендовые старты. Местами довольно мелко, смотрите сами. Поэтому при желании, если устал, можно, в принципе, пройтись прям по ходу плавательного этапа. Змея поплыла. Чувствую завтра придется плыть максимально быстро. Любишь змей? Я нет. Ты работаешь с 20-го года здесь. Насколько увеличилось количество триатлетов? Ну, я думаю, где-то в два, может быть, даже в три раза. Ну, как настроение? После того, как увидела змею, как-то не очень. Хватай! Хватай! Да, плюх. Она скользкая. Боже, какой гашенький. Не надо, вдруг она так. Класс, это развлекуха. Спасибо. Спасибо большое. Максимальное гостеприимство. Да, вообще кайф. Люди здесь настолько гостеприимные, что мне, один из спортсменов, выдал на старт вот такой вот велик. Велик. И это просто пушка. Червела. Пипятый. И, естественно, все аэро. Диск. Керамик спит. Если вы понимаете, о чем я. Владелец этого велосипеда. Фарис Мамадов. Это первый спортсмен из Азербайджана, который принял участие на коне. В прошлом году он стартовал на коне, и он вписал свое имя в истории, потому что он первый. Айронмену Азербайджан быть? Я думаю, что если этого захотят все стороны, участвующие в этом, скорее всего, да. Я все-таки на это надеюсь. Супер. Ну, а пока что Айронвинд приезжается в Баку в следующем году и через год, и через два года. Тут максимально круто. Так ведь? Абсолютно. Еду, изучаю трассу. Велоэтап, кстати, в два круга. Набор незначительный, около 300 метров на всю дистанцию. Велл, конечно, просто космический, но надо привыкать и к посадке, и к переключению передач. И диск, конечно, тоже интересная штука. Очень сильно помогает на скорости, когда едешь. Ну, и по ветру, конечно, сильно-сильно трясет его. Некоторые порывы ветра чуть ли не сдувают. В общем, надо немного попривыкнуть. Но Велл просто бомба. Экспо все в наличии. Гелий, изотоник, все необходимое, все есть. Тестируем беговую трассу. Ну, как оно? Все четко. Все четко. Давайте какую-нибудь песню споем про триатлон, например. Я триатлеты! Все в теме, все триатлеты. Интересно, какие-нибудь есть культурные особенности? Ну, все-таки другая страна, немножечко она мусульманская, пожалуй. Не такая, как Белоруссия и Украина. Какие есть особенности, например, бреют ли ноги спортсмены? Последний год, да, это количество увеличилось. Потому что увеличилось количество айронменов и количество выезжающих в Европу и вообще на международные старты. И слушая тренера, они принимают правильные решения. То есть никаких предрассудков? Нет, нет, нет. Красавчики. За 15 минут до старта случилось страшное. Я во время разминки случайно удалил все видео, которые снимал в транзитной зоне. Атмосфера там была просто потрясающая. Чемпионы, я напоминаю, что у меня есть патреон, на котором вы можете поддержать мой проект и внести свою лепту в развитие триатлона. На патреоне я делюсь контентом, которого нет здесь на ютюбе. Например, после этого выпуска я расскажу, как я борюсь со стрессом перед гонками. А потеря материала, безусловно, стала для меня большим стрессом. Также на патреоне много другого качественного и полезного контента. Становитесь моим патроном, давайте развивать триатлон вместе. Ссылочка в описании. До встречи на патреоне. После этого ужасного для меня события я успел еще записать кое-что, поэтому скорее возвращаемся в стартовый городок. Гонка уже совсем скоро. Как оно? Да, все супер, Юр, все отлично. Как говорится, гонка, эрмэн или любой триатлон, ты никогда не знаешь, Ребята, ты готов или нет? Все увидим на дистанции. Все сделано. Красота. Легко, что вы можете. Что получится? Красота. Ветерок, как вы видите, присутствует. Не зря уже гонка называется аэрмэн гвинд. А вот моя главная болельщица. Плавание в два круга. То есть, что интересно, будет австралийское выбегание, причем пробежать нужно будет 180 метров. Это довольно немало. Как настроение перед гонкой? Отлично. Все супер? Так точно. А очки не забыли? Никак нет. Без очков? Нет, с очками. Ага. Все супер. Готовность номер один? Так точно. Все получится. Вперед. Недавно попал я в опасную секту. Теперь вот на велике мчусь по проспекту и по шоссе. А дома станок, чтобы в непогоду крутить тоже мог. Есть первый круг. Фабель. 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 Бежим. 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 Нифига не просто. Все, плывем дальше. Я бегаю много, тренируюсь исправно. В бассейне бывают чаще, чем в ванной. Мне слабость и лень совсем не знакомы. Я делаю брики, объемы, объемы. Все, выплыли. Бежим в трозеточку. Дошла. Поехали. Расскажи какой-нибудь секрет. Как где-нибудь может быть что-нибудь оп-оп-оп? Ну, надо дружить с ветром. Это основное. Если будешь дружить с ветром, то Баку тебя тоже полюбит. Дружить с ветром. Хороший совет. Будем пробовать. Есть первые 10 километров. Ветерок хороший. Первый разворот только что был. 22,5 километра. Я пока что 16-й. Если все правильно почитал. Погоня, погоня, погоня. В горячей крови. Муууу. А вот это интересно. Дикий болельщик. В целом, велоэтап такой хороший, рабочий. Качественное покрытие. Никаких претензий. А бороться нужно не только с собой, с соперниками. Но еще и с ветром. 35 километров есть. Все окей. Да, все окей. Но это Iron Wind. И ветер не дает расслабиться. Кстати, ловите полезный лайфхак. Когда вы едете на новую гонку, постарайтесь заранее, как можно больше узнать про этот старт. В первую очередь, посмотрите, конечно же, канал W. Скорее всего, обзор этой гонки уже есть на канале. А если нет, то свяжитесь с ребятами, которые уже проходили эту гонку. Или с местными спортсменами. Например, мне местные ребята рассказали и подсказали, где есть потенциально опасные участки на велотрассе. Где ветер дует особенно сильно и внезапно. И, возможно, спасли меня от падения, потому что на этих участках я, конечно же, не ложился на лежак. И таких нюансов достаточно много на каждой гонке. Лучше подготовиться к ним заранее. Такие, вроде бы, мелочи могут отнять от вашего финишного времени несколько секунд, а то и минут. А в некоторых случаях даже спасти вам жизнь. Поэтому лучше подготовиться заранее. И есть первый круг. Я пока что 12-й. Все супер. Что касается моего топового велосипеда на этой гонке, то я не смог выжать из него весь максимум. Ну, потому что одной предстартовой тренировки, конечно же, недостаточно, чтобы привыкнуть к велосипеду. Плюс был действительно довольно сильный ветер. Временами меня болтало прям очень мощно. Часто я перестраховывался и держался за верха. И при этом, естественно, терял среднюю скорость. Поэтому вел, конечно, просто пушка. Но на соревнования рекомендую вам ехать на своем велосипеде, на проверенном, на котором вы все знаете и к которому вы максимально привыкли и доверяете. Только что был разворот. Осталось 22 километра. Я девятый. И еду дальше. А вел, конечно, просто пушка. Но не забываем, что едет не велосипед, а вы. Ваши ноги, ваше сердце и ваша голова. Поэтому в первую очередь нужно тренироваться. Гонка называется Iron Wind. Естественно, что-то должно быть ветрено. Вы сам, Iron Man, расскажите, как бороться с ветром. Бороться с ветром должны сильные ноги и крепкая сила воли. Нужно тренироваться. Все как всегда. Легких рецептов нет, надо тренироваться. Ветер сейчас встречный. Просто жесть. Участочек здесь неприятный. Ну и, конечно же, не забываем, ради чего мы занимаемся триатлоном. Кайф, кайф, красота, кайф. Чистый кайф. Гонка Iron Wind полностью оправдала свое название. И я, признаться честно, на велоэтапе даже старался лишний раз не снимать, чтобы минимизировать время управления велосипеда одной рукой. Потому что ветер не давал расслабиться ни на секунду. Сейчас едем на том участке, где ветер дул прямо в лоб. Сейчас, естественно, он наоборот попутный. Чему это учит нас, друзья? То, что нужно перетерпеть, а потом будет легко. Главное не сдаваться. Красота! А в целом, два круга велоэтапа проскочили очень интересно. И ветер, безусловно, лишь способствовал этому. Драфтинга, кстати, никакого нету. Не видел ни одного человека, чтобы драфтил. Ну, в принципе, не так много участников. А трассы всего два круга. Поэтому все абсолютно легально, законно и красиво, естественно. Чемпионы, не забывайте, что триатлон – это история далеко не только про спорты. Старайтесь вовлекать в эту движуху ваших близких и самых дорогих людей. Им точно понравится. А плюс ко всему, они всегда подскажут, ну, например, где разворот. Разворачиваться! Разворачивайся! Десяточка осталась. По-прежнему чистый кайф. Все, приехали. Сейчас бежим. На горло Юри! Супер! Юрий супер! Все, погнали, бежим. Привет! Мама тут поддерживает. Все, 21 километр. Кайф еще предстоит. Все только начинается. Помним, помним, что первый километрик-два. Надо спокойно придержать себя, не загонять в долги. Фух! По 4.15. Надо немножечко притормозить. Фух! Беговой этап, на первый взгляд, довольно простой, но в триатлоне не бывает ничего легкого, особенно на беге. Поэтому пришлось изрядно пострадать. Все, как мы любим. Бежать в самую жару, против ветра, после плавания вело. Что может быть лучше? Кола, кола, кола! Вот так. Главный показатель того, что старт хороший. На пункте питания есть кола. Беговой этап в четыре круга, покрытие асфальт. Набора практически нет, хотя складывалось впечатление, что в одну из сторон был такой легкий тягунок. Но, по-моему, это все иллюзия, создаваемая ветром. Гармины показали мне набор 400 метров, но, честно говоря, верится с трудом. И если набор и был, то минимальный. Но легко все равно не будет. Жарко, надо охлаждаться. Ой, хорошо. Ох, шикарно. Да, кстати, важный нюанс про охлаждение. На жарких гонках настоятельно рекомендую вам охлаждаться при каждой возможности. Часто на беговом этапе бывает лед, губки, либо просто водой. Но охлаждайте себя, это сыграет вам только в плюс. Иногда бывают такие специальные арки, либо поливаются шланга водой. Но я, честно говоря, не люблю такие способы охлаждения, потому что при них часто вода попадает в кроссовки. А это чревато мозолями, да и в кроссовке могут набрать воды, а нести с собой эти сотни лишних граммов, это не самое лучшее решение. Поэтому пробуйте, тестируйте, но охлаждайтесь, это вам обязательно поможет при сильной жаре. Ох, так немного легче. Слил ногу у человека. Дуни, флоп? Окей. Вот так вот оно, тяжело. Это айрон бинт. Хух, б***ь. Тут реально тяжело. Ну а пока я страдаю, давайте забежим немного вперед и узнаем мнение других участников, которые страдали, равно кайфовали не меньше, чем я. Ну как оно? Блин, жара, бег вообще от нас, блин. Сковородка. Бел с горочками, ветер, сквозняк еще тот. Короче, полный кайф. Да, кайфанул вообще, блин. Особенно на беге, набил, блин. Ты как, чемпион? Жара, жара. Давай, давай. Жара, да. Жара жесткая. Все страдают. Но терпеть. Как настроение? Ужасно. Ужасно? Вообще так тяжело. Так жарко не могу прям. Давай, давай, черпи. Все получится. Красавчик, давай, давай. Все получится, обязательно. Очень тяжело. Но все, конечно же, не зря. Ну как ты, чемпионка? Я уже на первое место. Первое? Да, абсолютно. Красавчик. Желодец, поздравляю. Спасибо, спасибо. Это я понимаю, не зря страдала. Это красота. Как ты? Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, спасибо. Счастливо. Спасибо тебе, чё. Половина бегового этапа. Тяжело, пи***ь. В этом и есть кайф. Да, беговой этап был очень хороший. И, как вы понимаете, в восторге был не только я. Как это выжили, и слава богу? Камы, если надо. Выжили, и слава богу. Особо ничего не добавишь. Фух. Давай, давай, терпи, терпи. Очень, очень. Очень, очень. Предложу организаторам провести ребрендинг и назвать старт не просто Iron Wind, а Iron Wind Sun. Потому что солнце палит, конечно. Фух. Хорошо. Как ты? Хорошо. Ты у вас есть? У вас есть силы? А ты? Отлично. Грэй, работа. Добавляю. 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 Как у вас дела? Хорошо. Все хорошо? Отлично. Спорт – это мир. Как говорили вы. Да. Спорт – мир. Давайте, потерпите, все получится. Последний круг. Пятерка еще. Сложно представить себе что-то более крутое, чем слова поддержки во время гонки от своей мамы. Ура, давай! Дарил сном, вар! Сейчас задача только одна. Держаться за этим парнем. Держусь, но на краях. Три до финиша. Ой, накрываю. Последние три километра дались мне очень тяжело. Я бежал на краях, чувствовал, как меня накрывает, уже темнело в глазах. А значит, это была высшая степень получения удовольствия. Два, один. Финир! Эй, школу! Эй! О, не знаю, что ты. Они не бывают. О, не знаю, что ты. О, не знаю, что ты. Ты знаешь. как она быстрее говорит отлично отлично надо лучше готовиться надо лучше готовиться как болелась тяжело устало не столько устало очень переживательно волнительно ветер сильный такой поэтому новый велосипед поэтому очень пара слов по горячим следам все было супер вот этот человек который снимает этот канал очень много полезной информации для здорового образа жизни для триатлона пять баллов сейчас подождите заплачу это самая тяжелая половинка которая была в моей любительской карьере но могу сказать смело что стоит сюда приехать проверить потому что воды нахлебаетесь ветра получите как надо научить жизни а собственно все прелести азербайджана против не будет круто ждет всем спасибо 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 всем спасибо что подходит как вы понимаете гонка iron wind это удовольствие только для настоящих триатлетов и атмосфера тут соответствующие я триатлет я триатлет состою в этой секции уже несколько лет я триатлет я триатлет стоит дороже машины мой велосипед я чемпион да 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 поздравляю награждение в абсолюте призыв в реальные жилые папки а что еще надо кто флор 50 саня первый в абсолюте спасибо машина и чете ну награждение женского а она здесь главный приз и естественно тоже бабки и я занял первое место в своей возрастной группе как вам такое друзья но по мнению моего главного болельщика я был лучшим и в абсолюте ну правда я сегодня был лучше берите с собой на соревнования маму она всегда скажет что вы лучше так конечно главная чемпионка соревнований вот это я понимаю перцы спасибо большое за организацию классного триатлонного праздника спасибо вам огромное спасибо за внимание за поддержку в следующем году будет гонка таких числа начало июня объявим все супер следующем году все сюда здесь круто мам у меня все спрашивают как у тебя вообще понравилось очень рекомендую всем маму ну а если без иронию устала конечно немного устала болеть может быть даже тяжелее чем ездить сто процентов вот тебе зато кубок настоящая чемпионка ну что чемпионы прилетайте в следующем году сюда в баку на айрон винд и в целом занимайтесь триатлоном вы же видите насколько это круто хороших вам тренировок и стартов пока недавно попал я в опасную секту теперь вот на велике мчусь по проспекту и по шоссе а дома станок чтобы в непогоду крутить тоже мог я бегаю много тренируюсь исправно в бассейне бывают чаще чем ванны